Здравствуйте, дорогие наши слушатели, уважаемые читатели! Я рада очередной встрече с вами. Со школьной скамьи мы помним замечательные строки. Чародейкою зимою околдован лес стоит, И под снежной бахромою, неподвижною немою, Чутной жизнью он блестит. Или сияет солнце, волны блещут, На всем улыбка, жизнь во всем. Деревья радостно трепещут, Купаясь в небе голубом. Да, это все Тютчев, всем известный певец природы. Но в его творчестве было и много лирической поэзии, любовной лирики. И сегодня мы будем говорить о Тютчеве и его женщинах, о тех, кто вдохновлял его на эту прекрасную лирику. Поэтов любят женщины, но и заставляют страдать. Возьмем трех самых известных российских поэтов девятнадцатого века – Пушкина, Лермонтова и Тютчева. Их отношения с женщинами складывались по-разному. Пушкин умел увлекаться. Его одни любили, другие отвергали. Две женщины, которым он посвятил наибольшее количество чудесных стихотворных посланий – Екатерина Бакунина и Анна Оленина – очень любили и ценили его стихи, но были равнодушны к автору. И, наконец, он выбрал себе супругу – одной из самых красивых женщин России. Но она лишь позволяла себя любить. И только после гибели поэта Натали Пушкина начала постепенно понимать, кого она потеряла. В разговоре с ней это почувствовал Лермонтов. Не в меру самолюбивый молодой человек Михаил Юрьевич боялся быть отвергнутым, боялся безответной любви и потерял двух женщин, которые его искренне любили – Вареньку Лопухину и Машеньку Щербатову. Одна оплакивала его всю жизнь и тихо угасла, другая утешилась. И, наконец, совсем иную картину мы встречаем в случае с Фёдором Чутчевым. Не очень красивый, небрежно одетый и имевший множество внешних недостатков, он пользовался необыкновенным успехом у женщин. Прекрасные женщины любили всю его жизнь и готовы были за него умереть. А он им изменял. Но, изменяя, продолжал писать такие прекрасные и проникновенные стихи, что они не могли поверить его изменам. А те, кто верил, просто умирали в полном отчаянии. Любовь, любовь, гласит предание, союз души с душой родной, их соединение, сочетание, и роковое их слияние, и поединок роковой. В этих строках уже многое пережившего поэта, сорока восьми лет, который понимал, что любовь не только соединяет, но и несет неизбежные страдания, а часто и гибель. Но почему-то гибель и любовные переживания доставались, как всегда, тем, кто имел несчастье, а может быть счастье, как знать, его полюбить, но не ему самому. Он, конечно, страдал по-своему, но гасил свои переживания стихами и продолжал вести светский образ жизни, блистая остроумием в обществе, окруженный особым вниманием светских дам. Чуть-чуть хорошо понимал природу женщин. Его любовный опыт начался очень рано. Планка была очень высока. Впервые он влюбился очень сильно, восемнадцати лет самую красивую девушку Мюнхена, пятнадцатилетнюю Амалию Лерхенфельд, происхождение которой было окружено тайной, но вскоре все узнали, что она была внебрачной дочерью прусского короля. Амалия вскоре стала баронессой Крюндер, но всю свою жизнь ее связывала с Чутчевым любовная, очень нежная дружба. То, что она стала баронессой, это был не ее выбор. Так хотели родители. Амалия была очень красива, мила, жива, белокурое лицо. Всегда с ней было интересно пообщаться. При большой своей красоте Саксонка вместе с тем не была лишена талантов. На протяжении всей жизни Чутчев время от времени встречался с Амалией, был также нежно в нее влюблен. Так в 1836 году Федор Иванович снова увидел на балу молодую фею и написал, вдохновившись ее образом. Я помню время золотое, Я помню сердцу милый край. День вечерел, Мы были двое, Внизу в тени Шумел Дунай. А на холму, Там, где белее Руины замковнов глядят, Стояла ты, Младая фея, На мшистой опершись гранит. И при этом Чутчева не смущало то, Что всего месяц назад Скончалась его жена, И он собирается жениться вновь На молодой, красивой вдове И опять немке. Но обо всем по порядку. После замужества Амалии Чутчев долго предавался воспоминаниям, А в 26 лет, в 1829 году, Он женился на вдове Элеоноре Петерсон, Урожденной графини Ботмер. Романтическим именем, Внешностью и кротким характером Пленила Чутчева молодая Вдова Элеонора. Немецкая графиня Забыла все Умершего мужа, Четырех сыновей, Которых отдали Родне покойного мужа. Чутчев, понимая, Что такой брак Не может понравиться Родителям, Пишет письмо им. Хочу, чтобы вы знали, Что никогда человек Не был столь любим Другим человеком, Сколь я любим ею. Он чувствовал, видел, Как любит его Элеонора. Первые годы с ней Чутчев переживал Время золотое. Молодые люди веселились, Много путешествовали. Элеонора все больше Влюблялась в собственного мужа. Они жили романтикой чувств. Но после 1833 года Что-то случилось с Чутчевым. И это не могла не заметить Чуткая Элеонора. Она решила закрепить Их брак рождением детей. Одна за другой Родились три дочери. Но Чутчев продолжал Впадать в меланхолию. И причиной этому Была новая любовь. Четыре года Его сердце разревалось Между обожающей его женой И страстно влюбленной Молодой вдовой Эрнестиной Дернберг. Он ездил на свидание, Расставался навеки И вновь встречался. А его красивая и нежная Как небесный ангел жена Очень страдала, Зная, что ее муж Любит другую женщину. Может быть, это и ускорило Ее смерть в 1836 году. А через несколько месяцев Чутчев женился снова на вдове И необыкновенной красавице Баронессе Эрнестине Дернберг. Эрнестина также очень любила Чутчева. Многие искали ее руки и сердца После смерти мужа, Но молодая Баронесса Всем отказывала. Она была предана Чутчеву. Родила ему троих детей. И надо сказать, что Всегда очень хорошо относилась К его детям от первого брака. Девочки любили ее, Называли мамой. Она всю жизнь занималась Их воспитанием. У Эрнестины оказался Твердый характер. И она стоически Перенесла последнюю любовь. На этот раз К русской девушке Елене Александровне Денисевой. Да, это была уже Последняя любовь Чутчева. Денисева была моложе Его более чем на 20 лет. И была подругой его дочери. Любовь к Денисевой Была поистине роковой, Отчаянной, непреодолимой, Испепеляющей. Она также родила Денисеву Троих детей. Двое из них умерли В младенчестве. За свою жизнь Чутчев очень много Написал стихов. И для Денисевой, И для своей Эрнестины. Он как-то умел Любить сразу двух женщин. И когда окружающие Его не понимали, Как же так? Он в свою очередь Не понимал. Как же? Вот люблю двоих. И Эрнестину он любил По-своему. И Елену Денисеву Также любил. Эрнестина Долгое время жила В Брянской области В их имении с детьми. И как водится Одна из последних Узнала, что у мужа Появилась другая. А в это время Он в Петербурге Уже жил С Еленой Денисевой. И ничто не могло Остановить эту любовь. Страсть побеждала. Вместе с тем Эрнестина писала ему письма. Он ей писал. За это время Он написал более 600 писем Эрнестине. Признавался ей в любви. Писал стихи. Посвящал ей эти стихи. На большие праздники, На Новый год, Рождество Он всегда приезжал К жене. Клялся ей в любви. Признавался в любви. А потом уезжал. И уже большую часть времени Проводил с Еленой Денисевой. С Денисевой они ездили Часто за границу. Все у них в жизни Было очень хорошо. Но Денисева Наверное, настолько Любила своего мужа. Настолько была предана ему. Делить его ни с кем не хотела. И скорее всего Из-за этого ее сожгла Эта безумная страсть. Она умерла В тридцать восемь лет. Чучев очень больно Переживал смерть Елены. Более года он мучился. Он не мог писать. Страдал. А жена Эрнестина Чучева Учешала поэта, как могла. Она продолжала его И в это время И любить, и прощать, и жалеть. Именно она с его сыном Сохранили его поэтическое наследие. В конце я хочу вернуться к первой любви Федора Чучева Амалии. Уже в 1870 году Состоялась очередная их встреча. Он встретил 62-летнюю Амалию, А ему уже было 67 лет. Они долго беседовали, Вспоминали прошлое. И 26 июня того же года Чучев написал свои бессмертные стихи, Посвященные любви дружбе, Прошедшей через всю жизнь. Я встретил вас, И все былое В отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, И сердцу стало так тепло, Как поздней осенью порою Бывают дни, Бывает час, Когда повеет вдруг весною, И что-то встрепенется в нас. Так, весь обвеян дуновеньем Тих лет душевной полноты, С давно забытым упоением Смотрю на милые черты, Как после вековой разлуки, Гляжу на вас, Как бы во сне, И вот слышнее стали звуки, Не умолкавшие во мне. Тут ни одно воспоминание, Тут жизнь заговорила вновь. И то же у вас очарование, И таж в душе моей любовь. Почти через три года, 1 апреля 1873 года, Дрожащей рукой Умирающий поэт Написал своей дочери. «Вчера я испытал Минуту жгучего волнения Вследствие моего свидания С графиней, Моей доброй Амалией Крюндер, Которая пожелала В последний раз Повидать меня на этом свете И приезжала проститься со мной. В ее лице Прошлое лучших моих лет Явилось дать мне Прощальный поцелуй». Вот такая вот история. До свидания. Всего хорошего вам. Субтитры создавал DimaTorzok